Вышло лайв и немножечко покажу вам начало своего пленера. Так как я не брала карандаш, запись будет, наверное, не вся. Я не знаю, как здесь будет с записью, но если оборвется, то я уже вторую часть запишу отдельно для клуба. Ну что, так как я не взяла карандаш, мне нужно все-таки как-то сделать набросок, да? Ну и как я его сделаю? Беру просто краску какую, ну вот у меня такая грязька. Можете взять охру, что-то такое вот бежево-светлое, да? Можно немножко кадмия сюда подмешать. И вот мелкой кисточкой, наверное, сделаю все-таки свои наброски. И что я сделаю? Вот эти цветы набросаю на переднем плане, и задний план будет горы, и море, говорю, озеро. Так, ну главное у меня здесь цветы, да? Вот, даже, наверное, кадмия нужно набросать. Ну, примерно вот вершины цветов, да? Вот как-то так. Здесь они на... И могу растянуть, смотрите, свою композицию на две картины. Сразу буду рисовать, допустим, две картины. Смотрите, я даже этого такого не делала еще, но почему бы и нет? Цветочки. Наверное, я уже буду без рисунка. Хотя, стоило бы нарисовать рисунок. Где-то вот так вот у меня будут вот цветы, да? Кто видит? Цветочки. Листики. Где-то. Зелень. И дальше сейчас наметим горы, да? Задний план. Обычный человек начинает рисовать заднего плана. Это у меня кобальт голубой, если верить написанию. Вот, и я им сделаю свое небо. Наверное, я в этот кобальт тоже добавлю чуть-чуть. Вот такой неаполитанская желтая. Все-таки у нас небо не такое уж голубое, оно в дынке как-то. Вот так вот. Сделаю такую растяжку быстренькую. Опс-опс. Этик убирается у меня. Ага. Все, поняли. Надо что-то под... Это только для вас, потому что я не на коленях рисую. Мне надо что-то подложить. Ну что, поехали быстренько. Сейчас быстрый скетч сапаться. Вот. Это небо наше. Да? Небо обычно рисуем быстро. Не повторяемся там много раз. Быстро туда-сюда. Да, и небо должно быть готово. Да? Потому что небо... Особенно если вы на цирролезе рисуете, небо не любит... Чего не любит? Ну, чтобы было по несколько раз, да? Мазюкали. Так. Небо у нас готово. Теперь нам нужно намешать цвет гор. Тоже они в дынке у нас. Сейчас возьмем какой-то, может, даже кобальт с зеленым. Кобальт с зеленым. А еще хочется немножко рыжизной. Это, наверное, красное железо. Ну вот, коричневое. Наверное, еще ультрамаринчика. Все-таки голубизной хочется. Чего же нам туда примешать? Такой грязно-грязно-голубой цвет. Это у нас ультрамарин? Нет, это не ультрамарин. Жалко, нет ультрамарина. Но чтобы сделать ультрамарин, наверное, мне нужно розовый здесь где-то. Голубой добавить и розовый. Тогда будет такой фиолетоватый. Вот, фиолетоватый. Такие у нас горы где-то наверху. Там наверху я специально захожу. Там, где вершина, да, она немножечко над подточкой. И она будет размываться. Смотрите, вершину нарисовала и тяну вниз. Да? Мои горы потянулись вниз. Вот. Немножечко. Немножечко дадам здесь фиолетизны, синевы. Вот. Как-то так. Это вершины гор. Идем дальше. Вот наша гора опять. Продолжаем. Там, где дальше гора, там она более как бы прозрачная. Светлая. Недорисованная. А дальше будет более точнее. Так. Здесь у нас на переднем плане еще зелень. Так что мне нужно брать кадмий желтых. Хотя нужно было бы лимонный. Вот. Лучше бы был бы лимонный. Но лимончика нету, поэтому пользуемся тем, что есть. Зря я не взяла лимонный сюда. Потому что подмижал ты здесь не очень. Но у нас есть ядовитое зеленое. Если я с кадмий смешаю, то будет такая вот дикая зелень. Которая, в принципе, нам и нужна. Там, где-то внизу она, эта дикая зелень, будет цветочки моей окружать. И рисую дальше. Там у нас будет вода. Вода. И берег. Смотрите, берег более темнее, чем горы. Видите? Как-то так. И здесь вообще эта сторона будет более такая желтая. И берег у нас всегда горизонтальный и ровненький. Никогда он не пляшет. Ну, почти никогда. За спиной расходились люди. А я тут на русском, в Германии. Прикольно. Так. Нарисовали небо, нарисовали горы. Гора вот здесь вот под тучей поплыла. Все отлично. Что теперь? Еще зелени добавим здесь вот на переднем плане. Вот. Как-то так. И что, займемся цветочками? От воды, кстати. От воды отражение. Так, мне нужно березок в воде. Береза с вот этим вот зеленым. Так, меня осы грызут. Здесь я где-то подам цвет воды. Вот он. Не дохожу до края берега. Почему? Потому что сольется. Берег сольется с водой. Все пишем как бы не дорисовано, да? А здесь обычно в Баварии такие вот бирюзовые. Бирюзовые. Озер. Во, как-то так. Ну что? Наверное. Наверное. Так, оса меня грызет. Так, и свет здесь. Надо как-то чуть-чуть переселиться. Переселиться в тень. И дорисовывать свои цветочки. Вот такие цветочки надрисуем. Смотрите, какая прелесть. Так, здесь я переборщила. Смотрите, чтобы по тону, как бы по цвету, цветовому тону, да? Чтобы у вас задний план не перекрикило переднюю. Передняя всегда ярче, насыщеннее. Так, здесь я переборщила. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего, если расплывается, это тоже отлично. Вообще классно, если расплывается просто мини-точечка. Так, где у меня не расплылось, я дам поплыть, вот, конец, да, чуть-чуть. И дальше работаю, наверное, с зелёным, да, сейчас на этой стороне. У нас есть большая работа, как бы, как бы большая. Сложно. Так, у меня ещё есть такой вот интересный оранжевый. Можно его добавить в серединке цветов, да? Больше добавить теней в цветы сами, да? Если вы по-мокрому будете рисовать, то вот эта вот самая, сама вот эта вот рожезная, она будет давать вам тень, да, растекаться. Если же по-сухому идёт что-то, можете добавить вот оранжевизны. Поехали, теперь зелёный. Я возьму оливковый зелёный, смешиваю с его с этим вот ядовитым зелёным. Да, отличный цвет. И поехали дальше. Вот как-то я окружаю. Угу. Не очень, хотя... Что-то у меня сильно бьётся. В тенях, по крайней мере, мне нужно это всё. Проработать. Короче, здесь пошла такая медитативная детализация. Кто как хочет, так и делает. Тут, конечно, границ нет. В тенях я добавляю фиолетизны, там, где больше темно. Слежу за набором... За набором цвета, в смысле краски на кисти, чтобы не было чересчур много. Или чересчур мало воды, чтобы оно не стекалось, так как у меня формат маленький. Мне всё-таки нужно как-то за этим следить. Знаете, что я вот так вот обойду. Вот это у меня будет внутренняя часть. Чуть-чуть добавлю. Я беру с моей палитры вот вещи. Смотрите, вот пошло. Здесь я добавлю фиолетового под низ саму, что прям такое. Да? Смотрите, уже у меня высох камень. И я здесь могу добавлять теневые. А в теневые хорошо идёт ультрамарин. Или же фиолетовый. Ультрамарин, фиолетовый. Тоже отличная вещь. Вот. И как-то так вот потом утеменю. Значит, сначала проходим слоем светлым-зелёным. Смотрите, я вставляю пробенчики. И где-то, чтобы углубить что-то, да, вставляем туда вот такой фиолетовый ультрамарин. Или же фиолетовый смешаете с ультрамарином. А основной цвет это может быть оливковый-зелёный с вот этим ядовитым зелёным. Или же лимонный с синим смешать. Короче, чтобы у вас было как бы весело на бумаге. Лимонный очень хорошо летом играет свою роль в пейзажах. Ну и продолжаю дальше рисовать. Продолжаю. Здесь у нас как бы теневая сторона. Ой, потекла. Видите, много воды взяла. Ну и тогда растягиваю. Растягиваю. Удовольствие. Вокруг меня летают осы. Надеюсь, они меня не съедят. Потому что они с такой охотой залетают везде во все отверстия, которые не закрыты. В том числе рот. Особенно если вы кушаете, у меня уже залетело, я уже вам рассказывала, да, что оса, я осу съела вместе с хлебом. Вот как-то так. Такие у меня приключения были. Так, дальше если это подсохнет, я вам нарисую какие-то деревца. Они там есть. Ну и работаю дальше над цветами. Цветы. Зелень. Ой, у нас тут ежевика. Ежевиков тоже нарисовать, конечно, но ее не нарисуешь. Надо довольствоваться тем, что есть, и не уходить. В первой, по крайней мере, в первой работе. Обычно я в первой работе ухожу сильно в детали. Хочу все-все-все вырисовать. А потом только, когда уже, говорится, нарисовалась, наигралась, тогда я возвращаюсь к отдельным деталям и делаю такие как бы зарисовочки. И они потом становятся, в принципе, любыми, любимыми зарисовочками, потому что они мне больше потом нравятся, чем вот этот вот насыщенный пейзаж, да. Так, я вас не вижу, кстати, привет всем, кто есть. Надеюсь, меня слышно, видно. Спонтанный эфир. Так, спонтанный эфир. Привет, 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 девчонки. Вот. Спонтанный эфир. Ох, муха, муха села, муха села. И, возможно, он сохранится, да. Этот эфир сохранится, но я еще нарисую еще одну работу, которая будет в клубе. Отдельно для подписчиков клуба. Кстати, про клуб. Кто не знает, что такое клуб мой. Это сборник всех моих рисовательных видео. Где я что-либо рисовала, я всегда записываю. Где я что-либо записала, оно должно быть у меня в акварельном клубе, в сборнике. Также в клубе есть обратная связь. Если вы можете сдавать свои работы на разбор. Разбор это не только, как говорится, я вам тут поругаюсь и скажу, что все плохо. А и подскажу, как, что нужно делать, чтобы не допускать этих ошибок. Вот. Что еще про клуб. По ссылке в шапке профиля вы можете больше найти информации про клуб. Если хотите. Если вам лень, по ссылке переходите, пишите мне в личку. Я всегда отвечаю на ваши вопросы, вы знаете. Что еще про акварельный клуб. А, кстати, я уже в сторис всем сказала и сейчас повторюсь. Сейчас кто подписывается на полугодовую подписку в клуб, получит в подарок любой курс на ваш выбор. Мой курс. Это основа рисования. Это курс художник продает. Курс по продажам. Это творческие курсы, как нарисовать, допустим, море. Называется курс море волнует. Есть курс у меня о Лондон, про Лондон. Это городской пейзаж, как рисовать. Так что можно воспользоваться этой возможностью, подписавшись на полугодовую подписку в наш клуб. Вот. Ну что? Что? Еще здесь какие-то вот желтые вещи есть на камне. Вот какие-то такие бороздочки, да. Смотрите, перспектива. Кстати, у нас новых рисований. Вот это вот все перспективы, законы. Чего там? Законы рисования, да. Перспективы есть. Воздушная есть. Линейная. Вот сейчас я линейной занимаюсь. Когда я рисовала задний план, мы принимали воздушную перспективу. Короче. Есть такие законы в рисовании, которые показывают ваше мастерство. В смысле, что когда вы что-то рисуете, да, не зная законы рисования, у вас может получиться, да. Но когда у вас что-то не получается, вы не знаете, почему не получается. И вы как раз вот эти вот законы, они вам и объясняют, почему так и не иначе должно быть. Исключение, конечно, абстракции, то в абстракции, там есть законы цветосочетания и композиции. Вот все мы вот это вот, что нужно для рисования, мы учим на курсе основы рисования. Потом можно тренироваться в нашем клубе на мастер-классах, отрываться, да, технику отрабатывать. Вот техника отрабатывается у нас в клубе, а законы рисования учатся на курсах. Смотрите, как красиво солнце светит, смотрите, пятнышками такие, лисировочка. Называется лисировка, кто не знает, цвет на цвет, по-сухому, да. Вот моя техника называется а-ля прима. Где-то по-сухому, где-то по-мокрому. От этого работа получается более живописная. Так, осы меня достают. Что здесь? Какие-то кусты. Здесь уже я как бы абстрагирую и обобщаю. Кстати, урок обобщения у нас тоже есть на курсе. Основа рисования, да, дополнительный урок, по-моему. Обобщение пейзажей. Кыш. И вообще обобщение вот вашего, ваших этюдов. Очень полезный урок. Потому что некоторые просто вот хотят вырисовать вот все-все-все, а этого абсолютно не нужно. Мы не фотографию рисуем, да. Мы рисуем наше впечатление. Или то, что мы хотим передать нашему зрителю. А не просто все вот, все-все-все. Рисуем. Мы не рисуем все. Ну что, еще цветы здесь. Здесь надо глубину заглушить. Глубину заглушить. Глубину подчеркнуть. И, в принципе, мы будем уже готовы. Здесь еще деревца. Не хватает мне желтого. Так, люди ходят. Люди ходят, а я стремаюсь. Стремаюсь. На русском языке разговаривать. Потому что все на меня смотрят, как на НЛУ. Хотя у нас здесь много русскоязычных туристов. Смотрите, фиолетовые берут. Здесь вот в тени, особенно впереди, да. Где-то что-то. Много туристов и приезжих с Украины. Так что, в принципе, уже здесь русский язык или украинский. Как бы нормально. Уже не удивляются. Так. Вот как-то так, видите, прорабатываю. Прорабатываю потихонечку. Можно так до бесконечности, до перфекционизма, да. Так вот работать. Главное не перетемнить. Кстати, здесь нужно тень. Тень. Под цветами. Но она будет у нас более размытая. Потому что здесь у нас и так тень. Тень в тени, да. Как-то так. Здесь четкая какая-то получилась. А там будет более спокойно. Такая размыта. Тень в тени. И голубей. Голубей. Все. По-моему, я уже намазюкала. Намазюкала. И зеленый. Еще нужно добавить. И здесь вот как-то все цветочки помыделять. В серединочке. Так, у меня уже телефон настолько нагрелся. Вот, дорабатываем цветы. Потихонечку углубляем, углубляем, углубляем. Хотя, в принципе, можно было уже и так оставить. Смотрите. Да? Как вам? Можно же оставить так. Так. Голубизны сюда на задний фон. Чуть-чуть. И здесь тоже. Там, где тень, теневая часть, там больше голубизны. Так. Сюда зайдет зелень, скажем так. Боже, у меня телефон нагрелся до посинения. Так. Ну что? По-моему, норм. Как вам? Я еще потом попозже здесь вот еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Есть место. Где есть мастер-шаттель? Так. Есть тишки уже резервированы? Нет, нет, нет. Сейчас я не куплю. Это все. Так. Меня уже трогают. Меня уже доставят здесь. Смотрите, вот по чуть-чуть. Можно так вот вырисовать свои цветочки. Смотрите, какая прелесть. Здесь у нас были такие перспективные линии. Смотрите, линия здесь тонкая, вот здесь. А здесь она расширяется. Тринение перспективы. Все, что удаляется, уменьшается. Сужается. Так. Возле меня кто-то собрался кушать. И, вы видите, пятнышками. Не линиями, а пятнышками работаем. Все, ребята, я заканчиваю. Наверное, нужно остановиться. Не зря пришел кто-то сюда. Потому что нужно остановиться вовремя. А у меня это не всегда получается. Поэтому меня здесь Вселенная останавливает на этом этапе. Со всеми прощаюсь. Осы меня докусывают. И до новых встреч. Пишите в комментариях, что вам понравилось. Может, вопросы. Обязательно отвечу. Пока-пока. Такой у нас быстрый, спонтанный эфир получился. Кстати, могу почитать ваши вопросы сейчас. Кто не задает вопрос, не задал, не успел, то может написать потом уже, кто смотрит. Елена, добрый день. Что-то со звуком, со звуком. Не знаю, что со звуком. Не знаю, что со звуком, девчонки. Так, Дугас. Всем привет. Короче, я заканчиваю эфир. Запись останется здесь. И для своих клубов я еще порисую что-нибудь сблизи. Допустим, проработаем вот эти цветочки. Вот. Все, отключаюсь. Пока-пока. Смотрите, какая красота. Так, а как отключиться? Сейчас.